Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга, и это новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Заместители главного врача Видновской районной клинической больницы Елену Зинатулину пригласили на должность заместителя министра здравоохранения Подмосковья. Нужно улучшить контакт с анаписой перинатальным центром с детскими поликлиниками, передачу вот этих новорожденных. В Видновской взрослой поликлинике открылась кардиошкола. Немник узнала, что надо вести, оказывается, постоянно, потому что бывает повышенное давление, я этого не знала. Урок русского языка в Международный день грамотности. Чтобы быть более грамотным, в первую очередь надо читать побольше книг, а не сидеть в интернете и в телевизорах. Заместитель главного врача Видновской районной клинической больницы Елена Зинатулина знакома многим жителям округа. Она известна как отзывчивый человек, опытный медик, грамотный специалист. Эти качества оценили и в областном министерстве здравоохранения, куда Елену Валентиновну пригласили на должность заместителя министра. О новых жизненных и профессиональных планах с ней поговорил Максим Козлов. Она всегда присутствует на всех важных событиях, касающихся сферы здравоохранения, встречах с жителями, открытии новых амбулаторий, прием гостей из областного правительства. А начинала работу в Ленинском округе заместитель главного врача ВРКБ Елена Зинатулина в поселке Развилка. В 2013 году все амбулатории вошли в состав Видновской районной клинической больницы, а потому работы у заместителя главного врача по поликлинической сети хватало всегда. Прежде всего это контроль ремонта старых и открытия новых лечебных учреждений. Здесь пришлось осваивать дополнительные навыки. Приходилось изучать очень много нормативных документов. То есть ты должен быть и строитель, и инженер где-то там понимать, и понимать все санитарные, все абсолютно новые, как и режимные кабинеты, как эпидемиолог. Но это наоборот только развивает, и это очень здорово. Особая гордость Елены Зинатулиной – реконструкция во взрослой Видновской поликлинике. Несмотря на то, что она пришлась на время пандемии, работы не останавливались. И сегодня здание, построенное в 70-х годах прошлого века, соответствует всем современным нормам. Каждый метр этой поликлиники просчитывали, какой будет кабинет, чтобы он и был по санитарным нормам, по площади соответствовал тем требованиям, и был удобен для жителей, удобен для наших пациентов. К огромному размаху пандемии коронавирусной инфекции врачи всего мира были не готовы. Это сейчас уже и вакцины есть, и в целом понятны механизмы распространения и лечения. А в марте 2020 года на медиков легла тяжелая ноша. Приходилось проводить просто какие-то именно психологические беседы с нашими сотрудниками, успокоить и мотивировать их на работу. Они боялись, они боялись выходить, они боялись одевать СИЗы, потому что это стресс. Видновская районная клиническая больница проводит политику информационной открытости. На многочисленных встречах с жителями, помимо главного врача ВРКБ Бутая-Бутаева, неизменно присутствовала и Елена Зинатульна, готовая ответить на самые каверзные вопросы. Чем больше мы общаемся с жителями, мы получаем обратную связь, они нам подсказывают, где какие у нас есть моменты, может, неточности еще в организации работы, что мы можем подправить и, наоборот, улучшить. Это, наоборот, нам помогает в нашей работе в организации. Таланты Елены Зинатулиной заметили в областном правительстве, и ей предложили должность заместителя министра здравоохранения, причем в родственной области, педиатрии и родовспоможении. Привыкшая работать на благо людей, она смотрит в будущее с оптимизмом. Я уже вижу те места провальные, где можно их усовершенствовать. Есть, нету пока, вот, уже вижу, что нужно улучшить контакт, взаимодействие перинатальных центров с детскими поликлиниками, передачу вот этих новорожденных, да, там, на реабилитацию, с домами ребенка, где идет прекрасный у нас дом с реабилитацией. То есть некоторые моменты, которые вот, я уже вижу, где можно улучшить эти процессы. При этом Елена Зинатулина искренне влюблена в видное и уезжать из города не планирует. А если коллегам потребуется помощь в решении тех или иных вопросов, она всегда готова помочь. К исполнению служебных обязанностей в качестве заместителя областного министра здравоохранения Елена Валентиновна приступит через три недели. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ. По статистике Всемирной организации здравоохранения, гипертонией болеет каждый третий житель планеты старше 40 лет. В пожилом возрасте патологию диагностируют уже у 70% населения. В помощь людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, в Видновской взрослой поликлинике открылась кардиошкола. Гипертонию многие называют тихим убийцей. Ежегодно это заболевание уносит жизни 10 миллионов человек. Часто никак не проявляя себя, кроме разве что повышенного артериального давления, оно поражает жизненно важные органы – сердце, мозг, сосуды и почки. Сердечно-сосудистые патологии давно и прочно занимают первое место среди причин смерти во всем мире. Без комплексного качественного лечения они часто приводят к развитию инсультов и инфарктов, повышают риск сердечной недостаточности даже в молодом возрасте. На 80% успех зависит от самого пациента. И современные обстоятельства, современные условия требуют, чтобы пациент владел минимальными базовыми знаниями о том заболевании, которым он болеет. Помощь людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, в Видновской взрослой поликлинике открыла свои двери кардиошкола. Здесь можно узнать, как правильно измерять артериальное давление, принимать лекарства, следить за важными показателями и не допустить развития осложнений. Сначала идет теоретическая часть, там у нас есть определенные лекции на самые актуальные темы, а дальше уже практически занятия скажем. То есть они учатся, как правильно измерять. Я задаю вопросы, как правило, проверяю, проверяю в дневнике. Лечение сердечно-сосудистых патологий – это комплексный подход, а не просто прием таблеток. Правильное питание, здоровый образ жизни, мыслительная и двигательная активность, режим сна и бодрствования. Соблюдение всех этих правил – 80% успеха. Не вмиг узнала, что надо вести, оказывается, постоянно, потому что бывает повышенное давление, я этого не знала, конечно, что надо. Теперь буду знать, как правильно питаться, узнала, что больше двигаться надо. Да, все советы доктора я буду припинять. На занятиях в кардиошколу может попасть любой желающий. Достаточно обратиться к своему лечащему врачу. Лекции проходят два раза в неделю. Также во взрослой поликлинике функционирует школа диабета. В скором времени откроются ревмошкола, гастрошкола и пульмошкола. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Международный день грамотности наша съемочная группа побывала в Видновской школе номер 9 на уроке русского языка, чтобы узнать, насколько сегодня ученики проявляют интерес к родной речи. Подробнее расскажет Юлия Погасьян. С этими ребятами учитель Татьяна Ловицкая вместе уже третий год обучает их с подготовительных курсов. В своей работе большое внимание уделяет изучению родного русского языка и литературе. Русский язык 5 часов в неделю, литературное чтение 5 часов в неделю. И получается еще литературное чтение на родном языке 1 час в неделю. Я заметила, что дети сейчас, вот этот класс, у меня очень любят ходить в библиотеку и читать. Они учат правила, как вы могли сами видеть, они занимаются, любят писать. Если даже я, например, даю им одно предложение писать, они спрашивают, можно мы еще будем писать. Лучше дети стали относиться к русскому языку. Специалисты отмечают, уровень грамотности в стране упал. На это, в частности, влияет активное использование интернета, где немало текстов с ошибками и применением сленговых выражений, которые постепенно входят в оборот повседневной речи и убивают великий и могучий. Это, как он сказать, режет слух. Я противник этого, поэтому стараемся каждый раз на уроке, если дети говорят не на русском языке, а какие-нибудь слова, мы стараемся проговаривать такие же слова на русском языке, объясняем значение. Чтобы быть более грамотным, в первую очередь, надо читать побольше книг, а не сидеть в интернете и в телевизорах, как я считаю. Также следить за своей речью, чтобы не употреблять слова-паразит, а все-таки говорить на русском языке. Поэтому учителя и стараются прививать детям любовь к русскому языку и литературе. Удивительно, но нынешние ученики младших классов четко понимают пользу чтения. Потому что тогда можно научиться хорошо читать и хорошо научиться писать. Если много читать книг, да? А какие книги ты любишь? Я люблю больше всего энциклопедии читать. Мне нравится литература, потому что там надо читать, а читать я люблю. Что ты предпочтешь? Смартфон или книгу? Книгу, конечно же. Почему? И какие книги любишь читать? Я люблю хроники на Арне, Гарри Поттер, хоть я ее и не читал, но я вот хочу ее прочитать. И еще сказки Андерсона. А какая у тебя оценка по русскому языку? У меня 4 и 5. А старшеклассникам в этот день раздавали закладки для книг с интересными фактами русской грамотности. Вот давайте посмотрим, что, например, попалось мне. У слова «нет» нету формы изменения. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Видно этого. В Центре культуры «Мечта» поселка Измайлово прошла викторина «Мое открытие театра». Мероприятие было приурочено к началу учебного года. Воспитанники кружка лицедей проверили свои знания, терминологии и посоревновались в актерском мастерстве. Подробнее расскажет Наталья Буслаева. Театральный кружок лицедей на базе Центра культуры «Мечта» в поселке Измайлово ведет свою работу с 2013 года. На занятиях ребята в возрасте от 6 до 15 лет постигают азы актерского мастерства и учатся работать на сцене. «Без театрального коллектива не обходится ни одно мероприятие. Во-первых, мы участвуем обязательно во всех мероприятиях, посвященных красным датам, скажем так. Сейчас готовимся к дюбу жилого человека. Потом у нас День матери. Мы делаем сценки юмористические, поздравительные стихи. На Новый год обязательно спектакль выпускаем». Новый учебный год решили начать с театральной викторины. Участников разделили на две команды – в одной мальчике, в другой девочке. И название, соответствующее – «Буратино» и «Мальвина». Ребятам предстояло ответить на вопросы о театре. Как называется объявление о спектакле, профессия людей, играющих на сцене и кто пишет пьесы. «Как называется перерыв между действиями?» «Андрик». «Антракт». «Молодец». «Как называется рукоплескание артисту?» «Облочименты». Также команды соревновались в чтении скороговорок. Ведь у профессионального актёра должна быть идеальная дикция. «Лишь если ёжик у ёлки, у ежа и волки». Роман занимается в театральном кружке шесть лет и рассказывает, что занятия помогли ему раскрепоститься и уверенно чувствовать себя на сцене. «Раньше я был более закрыт, а сейчас я более открытым стал, общаться больше с другими начал. Мне нравится то, что актёры уже знаменитые, их могут показывать в телевизор. Я тоже собираюсь быть знаменитым». Восьмилетняя Вика присоединилась к лицидеям совсем недавно. Девочка побывала пока только на одном занятии, но собирается продолжить обучение. «Я люблю выступать. И много ещё чего. Ну там, да, видеофильмы всякие. Там я думала, что всё легко, а там потом знала, что там надо учить. Я думаю, они на ходу придумывают». Сейчас в театральном кружке занимаются 10 человек. Занятия проходят на основе развивающих методик, творческих игр и этюдов, направленных на совершенствование актёрских способностей детей. Присоединиться к дружному коллективу может любой желающий совершенно бесплатно. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.